Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вроде надо замуж, сейчас скитикуют, но у моего возраста 40+, мужики все облегшие, толстые, лысые, молодым только деньги нужны. Это что, мне одной куковать? Ну, на самом деле, я понимаю вас очень хорошо, другое дело, что несколько моментов, на мой взгляд, вызывают вопрос. В частности, вы говорите, вроде надо замуж. То есть, здесь вам не столько интересен мужчина, не столько вы кого-то встретили, кого бы вам хотелось сделать счастливым, а надо замуж. То есть, человек здесь воспринимается как средство. Это не очень хорошо, потому что в таком случае действительно люди будут обрюкшими, толстыми, лысыми. Но на самом деле, если откликаться на человека, на людей, если смотреть не на мужчину, то есть, если видеть в человеке не мужчину, а человека лично, да, его интересы, то не так важно, на самом деле, толстым, лысым, обрюкшим. Если вы увидите в нём что-то, что вам откликнется, и вам захочется делать этого человека счастливым. То же самое касается и молодых людей. То есть, это, конечно, не панацея, Но если вы откликаетесь на человека, если вы проявляете только то, что вам хочется самой, то есть, не просто, ну, сорите деньгами, да, А если просто радуетесь человеку, делаете для него что-то, то молодой мужчина, которому нужны деньги, вполне может почувствовать, что это куда важнее, чем деньги. Да, не все. Но тем не менее. И вот то, что вы требуете от себя замуж, вы говорите вроде, вроде надо, вам очень мешает, потому что, ну, вы можете встретить кого-то, выйти замуж. Только если не будет контакта, не будет эмоций, счастливы вы будете в замужестве. Ну, я не думаю. А вы пишите, что часть китвика предполагается, наверное, что речь идёт о беременности. Вот. Ну, этот вопрос при желании можно решить и не встречаясь, да. Или встречаясь с кем-то только ради этого, по договорённости, тут всё упирается в вашу моральную, как бы, границу. Но, на мой взгляд, идея того, чтобы вот прямо сейчас вы встретили мужчину, за которого вы выйдете замуж и родите ребёнка, ну, эта идея, на мой взгляд, только вам мешает. Кроме того, если вам 40 плюс, и вы не встретили, то есть не построили отношений, то, вероятно... Ну, как сказать, проблематика заключается в том, как вы выстраиваете отношения, ну, как вы выстраиваете эти отношения. Понимаете? То есть проблематика заключается именно в том, как вы это делаете, как вы строите отношения. И, возможно, если сделать анализ этого, возможно, если поисследовать этот аспект, то можно найти, будет, какие-то вещи, которые, подкорректировав, вы сможете куда легче выстраивать отношения с мужчинами. Ну, с точки зрения психотерапии, по крайней мере. Так что здесь, как мне кажется, вам нужно вот смотреть немножечко в этом направлении. А еще, по моему мнению, вам нужно спросить себя. Какие отношения я хочу построить на основании чего? То есть, вот, ну, грубо говоря, какой фундамент будет у такого рода отношений? Что вам важно? Какие у вас приоритеты? Вот. Как-то так. Я воспринимаю любое общение с людьми как шанс. Я воспринимаю любое общение, любой контакт с человеком, даже самый мимолетный, как возможность. Не обязательно для построения отношений. Для опыта. Для эмоций. Я не думаю, что вам бы понравилось, если бы я вот как-то сходу сказал бы, «А, у вас орел безбрачия, вот, вы, значит, мой клиент, вот, идите на терапию». Ну, вам было бы неприятно. Вам было бы неприятно то, что, то, что я вижу вас как клиента только. То же самое мужчинам, если они замечают, что видите, вы видите в них только потенциального мужа или потенциального отца ребенка, то это, это неприятно. Даже если мужчина согласен, страны это очень ограничивают, сужают ценность и значимость личности. Еще вы пишите, за что мне, это что мне однойку ковать? Полагаю, что речь идет об одиночестве. То есть вы чувствуете себя одинокой. Тут тоже очень важно посмотреть, а из чего это состоит, это одиночество, что оно из себя представляет, да? В смысле того, очень часто одиночество связано именно с тем, что человек себя не принимает, в себе что-то не принимает. Вот. Тут тоже было бы весьма неплохо бы это поисследовать. Возможно, если вы примете в себе то, что не принимаете до сих пор, то, возможно, вам будет проще, легче, комфортнее, ну, выстраивать отношения с людьми, с мужчинами. Такой ответ хотел бы вам дать. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу, если вы этого хотите. По крайней мере. Вот. Ну и безвыгодных ситуаций не бывает. Я думаю, что для начала было бы неплохо напомнить вашу жизнь Эммм Эмм Ну, было бы неплохо, но на самом деле Эмм Напомнить вашу жизнь Эмм Значит Контактами Вот. Чтобы вы Эмм Общались чтобы вы взаимодействовали, и из этого, из этого, вне всякого сомнения, что-то обязательно получится. То есть необязательно, необязательно, вот совершенно необязательно, что получится то, что вы хотите, но с людьми, особенно с людьми, как бы теми, кто постарше, и не может быть понятны, потому что чем человек старше, тем сложнее ему идти на контакт, тем сложнее ему сближаться. И на мой взгляд, ну вы можете, вы не обязаны, то есть вот поймите такой момент, да, что вы не обязаны на самом деле. Ни с кем сближаться, если не хочется, вы не обязаны на это делать. Но попробовать научиться как-то вот, ну вести себя по-другому, да, как-то вот, рассмотреть новые, там, ну не знаю, новые грани общения, там, и прочее, ну это же, как мне кажется, вполне реально. Вот. Но решать, именно, именно решать, решать, в любом случае вам заставлять вас понятное дело никто не будет. На этом всё, обращайтесь, всего самого доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok